Всем привет! С вами вновь Анастасия Пёсик и мои помощники. Мы продолжаем серию видеоуроков для подготовки к ОГ и ЕГ по русскому языку. Это видео также будет равнополезным и для подготовки к ОГ, потому что это задание 5 в новом формате, и для подготовки к ЕГ, потому что это задание 12. Итак, что же это за тема? Спряжение глаголов. Глагол у нас в русском языке имеет два спряжения. Первое, и, соответственно, второе. И в зависимости от того, к какому спряжению относится тот или иной глагол, мы выбираем, какую букву писать в окончании глагола, либо в суффиксе причастия как особой формы глагол. Итак, давайте сначала разберёмся с правилом. Какие глаголы относить к первому спряжению, а какие ко второму? Очень легко запомнить. Ко второму спряжению, ко второму относятся все глаголы, которые в инфинитиве оканчиваются на "-ить". Что такое инфинитив? Это начальная форма, то есть, когда глагол отвечает на вопросы, что делать, либо что сделать. Если в этой форме он заканчивается на "-ить", например, "-скулить", то он относится, соответственно, ко второму спряжению, то есть ко второму относятся все глаголы на "-ить". Кроме трёх слов «брить», «стелить» и «жиздиться». Эти три слова – первое спряжение. Дальше. Ко второму спряжению относятся слова «гнать», «держать», «смотреть», «видеть», «дышать», «слышать», «ненавидеть», «обидеть», «терпеть», «зависеть», «вертеть». Это относится тоже ко второму спряжению. Всё. Все остальные глаголы относятся к первому спряжению. Ещё проще. К первому спряжению относятся глаголы исключения «предстелить», «жиздиться», и все остальные глаголы, кроме тех, которые оканчиваются на "-ить", в инфинитиве, и вот этой группы слов «гнать», «держать», «смотреть», «видеть» и так далее. Всё остальное – это первое спряжение. Итак, ну, допустим, мы определили. Это глагол первого спряжения или это глагол второго спряжения. И что дальше? Как эта информация нам может помочь? А вот как. Например, мы не знаем, как писать. Он стелит постель или он стелет постель. Мы не знаем, какую букву здесь выбрать. Для этого и есть спряжение. Мы ставим этот глагол в инфинитив. Если ставим его в инфинитив, что делать? Стелить. Помним, что брить, стелить – это первое спряжение. Значит, по первому спряжению мы вставляем одни буквы, а если бы мы определили, что это глагол второго спряжения, мы бы вставляли совсем другие буквы. И вот теперь возникает, а что это за буквы, которые нужно вставлять? Запомните. Если глагол, мы выяснили, что он первого спряжения, то мы вставляем буквы Е, У, Ю. Если мы выяснили, что глагол, наоборот, второго спряжения, мы вставляем буквы И, А и Я. Теперь, как эта информация нам может помочь? Ещё раз. Например, вот у нас, допустим, слово. В тесте встретилось у нас слово «собаки лают» или «лаят». Мы не знаем, как писать «лают» или «лаят». Вот, теперь первый шаг. Мы определяем, к какому спряжению относится слово «лают» или «лаят». Не знаю. Ставим для этого глагол в инфинитив. Что делать? Лаять, наять. А наять – это первое спряжение, потому что это не наить и не слова исключения. Значит, это первое спряжение. По первому спряжению какие мы вставляем буквы? Е, У или Ю. Здесь нам подходит Ю. Всё. Мы выяснили, собаки лают. Отлично. Прекрасно. Мы все молодцы. Замечательно. Также это правило справедливо для причастий. Например, видимый горизонт. Видимый. Это причастие от глагола «видеть». Гнать, держать, смотреть и видеть. Мы помним, это второе спряжение. Значит, по второму спряжению мы вставляем буквы И, А или Я. Видимый. Вот. Это правило справедливо для всех причастий, кроме… Кроме тех причастий, у которых суффиксы В, Ш или НН, или одна Н. В этом случае мы руководствуемся другим правилом. Правило это звучит так. Перед суффиксами В, Ш или НН пишется та же буква, что и перед Т в инфинитиве глагола. Значит, например, залаевший пёс. Что сделать? Залаять. Перед Т пишется Я. Значит, перед В, Ш тоже пишется Я. Залаявший. Отлично. Прекрасно. Замечательно. Дальше. Например, приклеенный, там, я не знаю, скотчем кусочек, да, приклеенный. Приклеить. Что сделать? Приклеить. Но мы должны здесь помнить, что ин суффикса у причастия не бывает, не может быть, невозможно, нет, такого никогда не будет. И если выпадает И, мы на этом месте пишем Е. То есть, приклеить, но перед НН И быть не может, так гласит правило. И значит, приклеенный кусочек у нас получается там Е. Также ещё необходимо запомнить слова первого спряжения, которые заканчиваются на ЯТЬ. Это реять, блеять, лаять, кашлять. Вот эти слова. Зачем их нужно запомнить? Потому что у них перед В, Ш, у причастия, образованных от этих глаголов, перед В, Ш будет писаться та же, что и перед Т. Соответственно, Я. Залаявший. Ростаявший снег. Но это ещё не всё. Например, как быть с таким словом ВЫСПИШЬСЯ? ВЫСПИШЬСЯ. Там же пишется ВЫСПИШЬСЯ, а не ВЫСПЕШЬСЯ. Хотя ВЫСПАЦАНАТЬ – это первое спряжение. Почему же мы пишем там И? Или, например, ВЫЛЕТИШЬ. ЛЕТИШЬ, ЛЕТЕТЬ – это же первое спряжение. Почему же там И? Дело в том, что эти глаголы без приставки ВЫ пишутся с буквой И, потому что туда падает ударение. Смотрите. ЛЕТИШЬ – вы не напишите ЛЕТИШЬ. БЕЖИШЬ – СПИШЬ. В этих словах ударение падает на окончание, и буква И ясно слышится. Но, когда мы добавляем к ним приставку ВЫ, эта приставка оттягивает на себя ударение. И поэтому эта буква И оказывается в слабой позиции и не так ясно слышна. Но, тем не менее, там буква И. Эти слова запомните, выпишите себе и никогда не ошибайтесь в них. И это ещё не всё. Ещё маленькое добавление. У нас есть ещё глаголы в русском языке с приставками ОБЕС, ОБЕЗ. Например, ОБЕСИЛИТЬ или ОБЕСИЛЕТЬ. И вот здесь тоже будет ОБЕСИЛЕВШИ, ОБЕСИЛЕНЫ, не знаем, как писать. Давайте разберёмся с этим. Дело в том, что если глагол ПЕРЕХОДНЫЙ, ПЕРЕХОДНЫЙ глагол – это что значит? Который сочетается с существительным в винительном падеже. То есть, ОБЕСИЛИТЬ КОГО ЧТО. ОБЕСИЛИТЬ КОГО ЧТО? Врага, допустим. Этот глагол ПЕРЕХОДНЫЙ. Вот когда глагол ПЕРЕХОДНЫЙ, то он будет относиться ко второму спряжению. ОБЕСИЛИТЬ. ОБЕСИЛИТЬ, то есть оставить его без сил врага. ОБЕСИЛИТЬ врага будет буква И. А вот если сам обессилел, я сам обессилел, я обессилел, у меня нет больше сил. ОБЕСИЛИТЬ самому – это уже не переходный глагол. Здесь будет по первому спряжению вставляться буква Е, писаться, вернее, буква Е. ОБЕСИЛЕТЬ, ОБЕСИЛЕНЫ, то есть я совершенно без сил. Ну и, как всегда, не без исключений. Слово исключения здесь ДВИЖИМЫЙ. Смотрите, хотя, да, вот ДВИГАТЬ, НАТЬ – это как бы первое спряжение, но ДВИЖИМЫЙ мы вставляем И по второму спряжению. Это потому что слово исключение. Итак, сегодня мы разобрали очень большое и очень полезное, невероятно полезное правило спряжения глаголов. Оно будет полезно как при сдаче ЕГЭ, так и при сдаче ОГЭ. Поэтому всё зафиксируйте к себе в конспектик. Спасибо большое медвежатам, которые мне сегодня помогали. Это, кстати, призы на моих марафонах. Подробнее о моих марафонах можно узнать у меня в Инстаграме, у меня в ВКонтакте. Ссылки все будут в описании. Подписывайтесь на канал, готовьтесь к ЕГЭ и ОГЭ. С вами была Анастасия. Пока. Увидимся.